В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Натоптал на месте преступления. Грабителя, напавшего на девушку, задержали по его же следам. Сходили за водкой. Двое мужчин подозреваются в вооруженном ограблении магазина. Стоять полиция. Где проходят обучение молодые сотрудники и как они отрабатывают практические навыки. Особенно богатой неделей выдалась на кражи. Наряд патрульных полицейских по горячим следам задержал в Рязани злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на девушку. Потребовать сумку у 20-летней пострадавшей незнакомый мужчина отважился на остановке общественного транспорта на московском шоссе напротив крупного торгового центра. В 11 часов вечера прохожих было немного, и злоумышленник, угрожая разбитой бутылкой, без труда отобрал ценные вещи. Перепуганная девушка рассказала прибывшему на место происшествия сержанту полиции, в каком направлении убежал ее обидчик и уточнила его приметы. Выпал свежий снег, следы были видны очень хорошо. И по следам мы шли за ним. Подозреваемый 37-летний житель Оренбургской области, он настолько не ожидал погони, что даже не тронулся с места, когда был застигнут с чужими вещами в лесопосадке. Ненужные предметы женского туалета злодей бесцеремонно выбрасывал из сумки прямо на ходу. Сейчас злоумышленник под стражей, а мы еще раз напоминаем жителям о дополнительных мерах безопасности в темное время суток. Что можно делать в 4 утра с топором в руках на стройплощадке? Наученный горьким опытом горожанин быстро смекнул, что стал очевидцем преступления. Бдительный полуночник тут же позвонил в дежурную часть и рассказал о подозрительном оживлении у дома номер 25 корпус 3 по улице Зубковой. Ближайший наряд ДПС решил действовать без лишнего шума. Сотрудники подъехали к стройплощадке со двора и с выключенными фарами. Объехали, начали опять возвращаться к этой машине. Мы увидели, что молодой человек идет вдоль дороги. Вот мы остановились, представились, спросили причину здесь нахождения. Он находился в состоянии алкогольного пенения, запах от него был. Он пояснил, что с другом просто гуляет. Как выяснилось, прогуливался таким образом задержанный в компании приятеля. Добычей злоумышленников могли стать 60 метров силового кабеля с крана. Они не успели погрузить его в свой автомобиль. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Школьные годы чудесны. Особенно если работаешь на одной должности, а заработную плату получаешь за четверых. В Шацком районе бывшего директора школы подозревают в присвоении 770 тысяч рублей. По данным следствия, в 2009 году мужчина фиктивно трудоустроил своих знакомых. Так, в табелях учета появились сначала должности сторожа, лаборанта и завхоза. Несколько лет подозреваемый получал реальную заработную плату за фиктивных работников. Меня всегда поражало самообладание продавцов продуктовых магазинов. Иногда их клиенты бывают не очень приветливы и не совсем трезвы. А когда ради новой порции алкоголя они еще и размахивают оружием, нужны железные нервы. Непростая смена выдалась на днях у сотрудницы магазина на улице Стройково. Вечером к ней наведались двое грабителей. С собой взяли два пневматических пистолета. Как бы пришли в магазин, подошли к магазину, осмотрелись. Зашли, ограбили кассу. Дальше деньги потратили на личные нужды. Так тут оказался. Под угрозой расправы перепуганная женщина отдала две бутылки водки и выручку из кассы. Она составила 11 тысяч рублей. Собственно, ради спиртного 38-летний рязанец и его 28-летний родственник отправились на дело. Выпитого накануне показалось мало. Украденных денег хватило на три дня. Именно купюры из стали главной ниточкой, которая привела полицейских к грабителям. Свидетель отметил, что полные карманы наличности были несвойственны его знакомым. Стоять, полиция! Эту короткую, как выстрел, фразу обыватели привыкли слышать в боевиках. И слава богу! Но в то время, как целая индустрия Голливуда работает на популяризацию профессии полицейского, люди толком и не знают, что значит носить погоны в реальности и защищать покой мирных жителей. На базе рязанского филиала Московского университета МВД создан специальный факультет, где проходят первоначальное обучение сотрудники, которые вновь устраиваются на работу в полицию. Служба в полиции очень опасна. И то, что каждый год человек чему-то учится. И благодаря тому, что здесь такие квалифицированные офицеры, которые у нас учатся, мы берем у них опыт и каждый день узнаем что-то новое. А что узнали вчера, например? Вчера мы узнали, вчера мы проходили материальную часть пистолета ПМ. И очень интересно. Фактически ежедневно в России гибнет один полицейский. И еще несколько получают травмы и ранения. В большинстве случаев это происходит при задержании преступников и при нападении на сотрудников для завладения оружием. Даже опытным полицейским необходимо время, чтобы до автоматизма довести правила 3К. Контроль себя, контроль противника, контроль обстановки. Не важно, где ты работаешь, в ДПСе, в конвой или в патрульную постовую службу. То есть ты выходишь на службу, и люди от тебя ожидают, что ты готов прийти в любую минуту на помощь. Евгений Сорока – командир учебного взвода. В рядах полицейских работает около года. До этого проходил стажировку в отдельной роте охраны и конвоирование подозреваемых. Ездил в основном по судам. Полиция мне нравилась защищать граждан. Служба в погонах и прочая опасность, романтика и тому подобное. Поэтому решил связать свою жизнь с погонами. Я пошел в полицию, потому что я считаю, что это работа престижная, это работа достойная. И я считаю, что я себя не вижу нигде, как в полиции. Сержант полиции Дмитрий Жуков из Михайлова решил продолжить семейные традиции. Полицейских в роду, правда, не было, а вот мундир носили с честью. Ребята в основном приходят, конечно, лучше, чем те, которые были лет 10-15 назад. Более физически развитые, более интеллектуально развитые, более серьезные, более ответственные. Но это внушает оптимизм. Олег Рязанов больше 20 лет тренирует молодых полицейских. Объясняет, что занятия в тире и реальная ситуация на улице принципиально разные вещи. Олег Евгеньевич, как бы я сказал, очень хороший человек, очень грамотный такой преподаватель. От него много чему научились за данный период обучения, почти за 4 месяца. То есть он довольно-таки очень хорошо преподает, знает азы и технику стрельбы, и материально-техническую часть пистолета, да не только пистолет любого оружия. То есть как бы преподаватель, ну, как говорится, от Бога, я даже так вот назвал, не побоюсь этого слова, преподаватель от Бога. Мы ставим базовую технику во время обычных занятий, и после этого проводятся вот такие практикумы для закрепления полученных знаний и умений наук. Интересно, я бы даже сказал, красочно, ярко, чему-то поучиться, чему-то научиться, обращение с оружием, боевым приемом. Только со стороны может показаться, что большинство преступлений похоже, как две капли воды. Вот хулиган достает нож, бесцеремонно идет в атаку. Всего-то и нужно выбить оружие, быстренько скрутить дебошира и сопроводить его в отделение. Стоит устать, руки поднялись, и моря, прием! Слогайся! И таблиц, выживание! Но представим на секунду, что преступнику все равно, кого убивать и что ему за это будет. Так часто и бывает. Участковый, входя в квартиру, понятия не имеет, с чем ему предстоит столкнуться. Эмоции все у нас проходят либо в зале на служебной профессиональной подготовке, либо работая с психологами, часто мы ходим общаться. В период обучения такие занятия проходят ежедневно, как минимум по два часа. Да, это была лайт-версия для вас, а на самом деле происходит все это как бы из начальных, с начальных этапов развития. То есть изучается ударная техника, бросковая техника, взаимодействие парами уже. Прием! В этой слаженной команде девушек нет. Обычно в группе их бывает в среднем пять, говорят преподаватели. Злодей в конфликте с патрулем первым нападет не на мужчину, а на более слабого, с виду противника. Поэтому и подготовка должна быть на уровне. Никаких поблажек. Грубо говоря, как в армии, выполняешь то, что тебе говорят, приказы, то же самое. Вот это наш кубрик. Здесь у нас живет три человека. Подъем у нас в 6.30. То есть выходим на зарядку. Зарядка у нас около где-то полчаса. В кубрике ничего лишнего. Все под рукой. В шкафу у нас одежда, вещи, форма. Вот так вот это все выглядит. Чем отличается работа спецназа от работы сотрудника ППС или участкового? На самом деле ничем, кроме степени сложности. От одного хулигана только и жди подвоха. Другой сам готов хоть сейчас в отделение. Бывало, конечно, там люди пьяные, там тоже, да, говорят, ну вот все, говорит, я говорю, что забирайте, что дальше, говорит. Закон, да, по-доброму все. Ну, такие, конечно, есть, попадаются. Люди разные бывают. Чтобы лучше понять алгоритм действий друг друга и специфику структуры, полицейские меняются местами, разумеется, на время занятий. Сегодня Александр из ППСника временно превратился в оперативного дежурного. Получается, уже от другого бредов произошло преступление здесь. Вот, соответственно, наряд ППС первый был здесь. ГАИ здесь было, а вот здесь несли патруль своих местных инстаграмм. Вот, произошло примерно все на этой, вот здесь, вот на этой перекрестке. Первое, что мы сделали, это, соответственно, вызвали патруль сюда, чтобы оказать помощь потерпевшему, узнать, и куда сбежали преступники, и их ориентировать, чтобы было кого поймать, ловить точнее. Такие макеты и карты позволяют изучить каждый закоулок. Из окна патрульной машины столько нюансов не увидишь. Полицейские обязаны знать все пути отступления, по которым преступник сможет удрать и вовремя среагировать. Команда слаженная, то есть мы каждый день можем друг другу прогревать спину, то есть мы каждому друг другу доверяем. Например, в московской школе подготовки полицейские при стрельбе параллельно решают математические задачи или перечисляют по требованию инструктора мировые столицы, сочетают стрельбу с задержанием нападающего, отжиманием от пола и так далее. Так полицейских учат не отвлекаться, не снижать контроль за ситуацией в экстремальных условиях, оценивать обстановку и грамотно принимать решения. В ряды полицейских не приходят за романтикой. Об этом лучше всего знают семьи, которые ждут возвращения своих близких из сложных командировок. Как-то в других странах полиция относится довольно-таки доброжелательно, надеется на нее. А у нас просто так в стране, ну, такой менталитет, да, у нас такого русского человека, что не доверяет он полиции, то есть не знаю, откуда-то такого пришло менталитет. Я считаю, это надо показать личным примером. Примером, положительным примером вести себя как бы достойно офицеру. Доверяем или нет, а нужно признать, что в случае ЧП первым делом зовем на помощь именно полицейских. За последние пять лет стражи порядка сделали все, чтобы стать еще ближе к населению. Вышли в социальные сети, запустили удобные приложения, приглашают на целые экскурсии в МВД. Нужно заполнять пробелы, допущенные современным кинематографом. Тогда и молодежь потянется. Я бы им посоветовал служить в полиции. Это стабильная зарплата, стабильная работа. И знаю, что за тобой стоит государство. В семье Валерия Помечева, заместителя начальника факультета профессиональной подготовки сотрудников полиции, форму носят давно. Были в роду и военные, и милицейские, и полицейские. Как бы ни называлась эта служба, она всегда стояла на страже интересов обычных людей. Я думаю, прежде всего, соблюдать закон. Что полиция работает, и лучше жить по закону. А нарушил закон, потом жди ночного стука в двери или приезда сотрудников полиции. Лучше живите спокойно, не нарушайте закон. Тогда не будете бояться. Тогда не будете бояться полицейского, и будете находить в нем друга. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Сегодня в правовом поле поговорим о самом типичном коррупционном преступлении должностных лиц. Незаконном участии в предпринимательской деятельности. Статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации. В чем особенность данного застава преступления? Ответственность за него может наступить лишь в том случае, если названные действия должностного лица были связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ, или с покровительством в иной форме. Кто является субъектом данного преступления? Субъектами данного преступления являются должностные лица, на которых распространяется установленный законом запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Например, депутаты, судьи, работники правоохранительных органов. Какие наказания предусматривают санкции статьи? За незаконное участие в предпринимательской деятельности, как штраф в размере до 300 тысяч рублей, запрет занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, обязательной работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Незаконное участие в предпринимательской деятельности является преступлением небольшой тяжести. Если у вас есть темы для ближайших эфиров или вопросы к прокурорам, звоните в нашу редакцию по телефону 720020 и 720021 или оставляйте свои пожелания на сайте город62.тв. А на сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин